Сработали не в минус, а в плюс. Это большая победа МОП «Сочи Автотранс» за последние несколько лет. Если в прошлом году были долги в 52 миллиона, то в этом за 9 месяцев работает доход в 39 миллионов рублей. Такой результат достигнут благодаря тому, что на предприятии наведен порядок. В первую очередь поменялось руководство. «Сочи Автотранс» самостоятельно стал проводить ремонт и техническое обслуживание, отказавшись от услуг сторонних организаций. Отказались и от некоторых нерентабельных маршрутов, например, автобуса под номером 18. Наладили дисциплину водителей, удалось переломить потребительскую психологию. Правда, перед этим 99 человек вообще пришлось уволить за присвоение выручки. Шесть водителей за это впервые в России осуждены по 160-й статье Уголовного кодекса. Теперь выручка попадает исключительно в кассу. В пиковый сезон она в сутки достигла 3 миллионов рублей, что на 40% больше, чем раньше. Отмечена и большая экономия топлива. «Сейчас до 15 тысяч мы имеем экономию в месяц. Но это, извините, уже полмиллиона на топливе. По запчастям, по сервису, по другим моментам. То есть и по крупицам мы начали комплектовать с вами то предприятие, которое нам нужно. Мы отсекаем все те моменты, где может быть коррупционная составляющая, где может быть какое-то воровство. И в принципе коллектив уже начал понимать, что есть первые плоды». За 9 месяцев этого года на городских и пригородных маршрутах, а их около 100, перевезено 17,5 миллионов пассажиров. Ежедневно МУП «Сочи Автотранс» осуществляет около 3000 рейсов. Уменьшение расхода топлива сократило затраты предприятия на 80 миллионов рублей. Кстати, экспертиза показала, топливо качественное. «Автобус, конечно, реагирует на качество топлива по-любому. Я как бы не специалист великий по топливу, но по автобусу он ездит. По крайней мере, не ломается пока еще». К сожалению, не все автобусы в идеальном состоянии. Наблюдается старение парка. Подвижной состав имеет пробег с начала эксплуатации 300-450 тысяч километров, а в некоторых случаях доходит до полумиллиона. «Я проверяю любую тягу. Она ответственна за повороты лево-право руля и колеса». И хотя у этого транспортного средства рулевая тяга в порядке, вопрос о закупке нового транспорта уже поднят. Планируется купить в кредит 50 новых автобусов. Как пообещали руководители всех структурных подразделений предприятия, работа над оказанием автотранспортных услуг будет день ото дня только улучшаться.